Предварительные результаты переписи населения. Международная студенческая интернет-олимпиада по химии. Лично для меня сложность составила задачи, связанные со спектроскопией ЕМР. Противостояние Китайской Народной Республики и Тайвани. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Адалина Абдрахманова. В концертно-спортивном комплексе КФУ Уник состоялся фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского федерального университета. Мероприятие посетило более 200 человек. Студенты Казанского университета стали участниками проекта «Дорогами заботы». Подробнее о проекте и не только смотрите далее. В мае текущего года был запущен волонтерский проект «Дорогами заботы». Он был создан по инициативе общества с ограниченной ответственностью «Лесная здравница» при активном содействии Казанского федерального университета. Основная цель – организация культурной программы маломобильным людям и лицам с ограниченными возможностями здоровья посещать музейные комплексы Республики Татарстан. Для участников акции была организована благотворительная поездка по территории Казанского Кремля для знакомства с историческими и архитектурными памятниками комплекса. Учащиеся кадетские школы Татарстана и ветераны вооруженных сил Российской Федерации посетили музеи, совершили экскурсионную поездку на гольф-карах по территории Кремля. А здесь мы посмотрели картины древнейших художников. Это интересно, это же культура, мы должны развиваться и культурно тоже. Поэтому это интересный проект, я считаю. Машины, особенно для меня, для инвалидов, это очень хорошо. Для тех взрослых людей, у которых больные ноги, плохо передвигаются, это очень хороший вариант приобретения вот таких машин. Студенты Казанского университета приняли активное участие в волонтерском проекте. Дорогами заботы. За месяц работы волонтеры провели специальные экскурсии в Великом Болгаре и Казанском Кремле. Участие в данной акции позволяет в каком-то смысле реализовать общественные обязанности. Мы должны в какой-то степени заботиться о окружающем сообществе и, следовательно, отвечать на запросы, которые от него поступают. С другой стороны, это хорошая возможность уже в достаточно юном возрасте иметь хороший заработок, работая по специальности. Отметим, что со времени своего старта проект уже получил развитие, открыв также дополнительное направление, посвященное историческому развитию, знакомству с культурным наследием Республики Татарстан и патриотическому воспитанию молодого поколения. Эта часть проекта реализуется в рамках акции «Верность традициям», целевой аудиторией которой стали учащиеся кадетские школы и суворовских училищ, юно-армейцы, патриотические клубы. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Универньюс. Между Китайской народной республикой и Тайванем снова завязался конфликт. О нынешней обстановке и сторонних вмешательствах узнавала наш корреспондент. История конфликта, произошедшего между Китаем и Тайванем, тянется еще с 1954 года, особенно после увеличения военного контингента Китайской республики Тайвань на островах. В октябре 2021 года Пекин начал направлять в зону противовоздушной обороны Тайваня беспрецедентное количество своих боевых самолетов. Нужно отметить, что до Второй мировой войны основное влияние находилось в руках партии Гоминьян, ну и руководителем Китая являлся, собственно говоря, Чан Кайши. Но в ходе Второй мировой войны ситуация изменилась, и главной политической силой по результатам Второй мировой войны стала коммунистическая партия Китая. Эслокация конфликта произошла на фоне недавнего высказывания Джо Байдена. Президент США на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисюдой 23 мая заявил о готовности поставки военного оружия со стороны США для самозащиты Тайваня на случай вторжения. Таким образом, Китай до сих пор предъявляет требования о том, чтобы Тайвань, как неотъемлемая часть Китая, вернулась в состав Китайской народной республики. Отметим, что США является сторонником политики Единого Китая. Чем закончится конфликт и смогут ли стороны решить проблему без сторонних вмешательств, узнаем в скором времени. Аделина Абдрахманова, Универньюз. Теперь в России 16 городов-миллионников. Этот список пополнили Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. Информация стала известна при подведении предварительных итогов всероссийской переписи населения. К каким выводам пришел Росстат, узнаете в сюжете Маргариты Михайловой. Российская газета опубликовала предварительные результаты всероссийской переписи населения. Со времен последней переписи 2010 года россиян стало больше почти на 2 миллиона. Основной причиной этого явления исследователи считают миграционный прирост на фоне естественной убыли населения практически в течение всего межпереписного периода. В любом случае, когда население растет, это говорит о том, что относительно экономическая стабильность была до того периода времени, когда был рост населения. То есть, соответственно, люди начинают рожать детей, когда они уверены в будущем. Это говорит о том, что в городах люди более информированы о тех программах, которые есть у государства. О программах поддержки. То есть, соответственно, это выплаты, это социальные пособия, это материнский капитал и так далее. В результате опроса выяснилось, что список городов-миллионников пополнили Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. Эксперты отмечают, население России продолжает концентрироваться в крупных городах и их агломерациях. При этом наблюдается мощный отток граждан из дальневосточных регионов. Ну, тут тоже есть определенное предположение, когда люди откуда-то уезжают, значит, им что-то явно не нравится. И также по результатам статистики мы узнали, что из дальневосточного федерального округа уехало 16,5 тысяч человек. В Хабаровске жилье стоит 100 тысяч рублей за квадратный метр. То есть, это действительно примерно как в Москве. То есть, соответственно, что есть такое понятие, как догоняющая бедность. То есть, люди не успевают дорабатывать много, чтобы поддерживать свой уровень благосостояния. До конца текущего года Растат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям. Федеральная служба государственной статистики уделит особое внимание полувозрастному составу, образованию и национальности граждан. Окончательная численность населения по стране будет получена в июне. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Подведены итоги Международной студенческой интернет-олимпиады по химии. Студенты Химического института имени Александра Бутлерова Казанского университета стали победителями и призерами Олимпиады. О том, как им удалась победа, они рассказали нашему корреспонденту Елизавете Никитиной. Подведены итоги Международной студенческой интернет-олимпиады по химии, организованные Международным университетом нефтегаза имени Екшигелди Какаева. Студенты Химического института имени Александра Бутлерова Казанского университета в личном первенстве заняли весь пьедестал интеллектуального соревнования. Студентам предстояло за три часа решить задания на самые различные темы. Этап, по сути, был один, теоретический, дистанционный, включал в себя решение 19 задач по различным направлениям химии. Лично для меня сложность составила, составили задачи, связанные со спектроскопией ЕМР. Олимпиаду пишу уже довольно длительное время, не первый год. Задания были для меня не в новинку. Были какие-то интересные темы, какие-то интересные факты. Это просто еще один этап, еще один опыт, который я приобрел для себя. Олимпиада проходила дистанционно на платформе Moodle. Участие мне приняли 142 студента из 13 стран. Великобритании, Китая, Южной Кореи, Венгрии, России и стран СНГ. Участие студентов в Олимпиаде представляет, на мой взгляд, важный элемент воспитания молодого человека, как личности. То есть он понимает, что он может достичь сам, видит свой уровень образованности, может сравнивать себя, скажем, с студентами других вузов. И то, что наши студенты, студенты химического института Казанского федерального университета заняли призовые места, стали победителями в Международной Олимпиаде, показывает, что, по крайней мере, образование у нас по химии не хуже, чем то, что дают, скажем, ведущие мировые университеты. Директор Института химии добавил, что участие в Олимпиадах – это в первую очередь соревнование, в котором всегда есть победители и проигравшие. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Команда Казанского федерального университета победила в городских соревнованиях санитарных постов города Казани. В ходе соревнований было необходимо продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи, а также умение пользоваться приборами радиационной и химической разведки. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова